Сирийский кризис Здравствуйте, в эфире новости в студии Василий Паршута и в ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о событиях в Китае и мире. Минобороны России увеличила группировку боевых кораблей в Средиземном море у побережья Сирии. По сообщению газеты «Известия», в ее состав входят 10 судов, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. По мнению военных экспертов, они необходимы для поддержки сирийской армии во время наступления на позиции боевиков в провинции Идлиб, единственной, где все еще контролируются боевиками. На днях Минобороны России сообщило, что боевики завезли в город Джиср-Шургур 8 емкостей с хлором для инсценировки химатаки. Тем временем официальный представитель ведомства Игорь Коношенков сообщил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Рос» с 28 крылатыми ракетами «Тамагав». Ранее в Персидский залив прибыл эсминец Салливанс на авиабазу «Эль Уэйт» в Катаре, передислоцирован стратегический бомбардировщик ВВС США. По словам генерал-майора, Вашингтон планирует использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. Ранее Пентагон ответил на обвинение российского Минобороны. Его представитель сказал, что заявления о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, не соответствуют действительности. Но тем временем в России идет подготовка к масштабным военным учениям «Восток-2018». Старт крупнейших за последние почти 40 лет маневров запланирован на 11 сентября. Военные игры с участием подразделений из Китая и Монголии пройдут в Центральном и Восточном военных округах. Планируется задействовать около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, два российских военно-морских флота и все воздушно-десантные части. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в некоторых аспектах это будут крупнейшие учения в стране за всю историю. «Представьте, что 36 тысяч танков двигаются одновременно». Так министр словами попытался описать предстоящее действие. Условия на маневрах будут максимально приближены к боевым. На предстоящие военные игры уже обратили свое внимание различные эксперты и аналитики. По их мнению, для страны, которая в последние несколько лет сталкивается с сильным экономическим давлением, проведение таких масштабных учений будет стоить крайне дорого. Но Москва заявляет, что такие траты оправданы необходимостью обеспечить безопасность страны в нынешней недружественной геополитической обстановке. Кроме того, российские представители отметили, что участие КНР в маневрах свидетельствует о тесном военном сотрудничестве двух стран. Соединенные Штаты не намерены приостанавливать какие-либо совместные военные учения с Республикой Кореи. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на брифинге для журналистов. Позвольте прокомментировать политику приостановки учений на Корейском полуострове. Как вы знаете, мы приняли решение приостановить несколько самых масштабных маневров в качестве жеста доброй воли по результатам сингапурского саммита. Вместе с тем, сейчас у нас нет планов приостанавливать какие-либо еще учения. Мэттис не уточнил, когда запланированы следующие маневры. Напомню, что в июне Пентагон объявил о приостановке ряда военных учений с участием Республики Корея в соответствии с итогами встречи Дональда Трампа и лидера КНР Ким Чен Ына в Сингапуре. По результатам переговоров главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Между тем, в Пекине прокомментировали решение Вашингтона продолжать совместное военное учение с Сеулом. В МИДКНР призвали страны учитывать взаимные интересы и озабоченности. Нам всем стоит принимать во внимание интересы другой стороны и проявлять гибкость. Необходимо реализовать консенсус, достигнутый КНДР и США, стимулировать начавшийся процесс между КНДР и Республикой Корея, а также добиваться денуклеаризации полуострова. Это соответствует интересам всех сторон, а также внесет свой вклад в решение таких вопросов, как ядерная проблема корейского полуострова и сохранение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Власти Японии представили «Белую книгу» по вопросам обороны за 2018 год. В документе назвали КНДР серьезной и неминуемой угрозой нацбезопасности. Министр обороны Ценориан Адера выступил с докладом на заседании Кабинета министров, призвав прояснить планы Пхиньяна по утилизации ядерного оружия. После Американо-Северо-Корейского саммита в вопросе ядерной ракетной угрозы со стороны КНДР мы и так и не заметили никаких изменений. Мы учли эту ситуацию при составлении ежегодного обзора военной остановки в регионе. Эксперты считают, что японское правительство преувеличивает угрозу со стороны соседних стран, чтобы изменить руководящие принципы программы национальной обороны. Администрация Синзуабы планирует пересмотреть их до конца текущего года с целью укрепления военного потенциала Японии. Государственные СМИ КНДР, в свою очередь, обвинили Токио в попытках сорвать мирный процесс на Корейском полуострове. С критикой также выступили Республика Корея и Китай. В белой книге подтверждаются территориальные претензии на архипелаг Токто. В Японии его называют Токисима. На эти острова также претендует Сеул. В книге эти притязания называют нерешенными проблемами. Южнокорейском миде не согласны с такой постановкой вопроса и уже выразили Японии решительный протест. Между тем, представитель МИД КНР Хуачунын отметила, что Япония подвергла необоснованной критике укрепления национальной обороны Китая и допустила безответственное высказывание в отношении законных действий страны на море и в воздухе. Иран будет преодолевать новые санкции США против Тегерана и победить любой западный заговор против Исламской Республики. С таким заявлением выступил президент страны Хасан Рухани на заседании парламента. Во вторник его впервые вызвали в законодательный орган для разъяснения экономической ситуации, которая резко ухудшилась после выхода США из ядерной сделки в мае этого года. Курс иранского реала упал почти в два раза и к началу августа на черном рынке достиг 120 тысяч за доллар. От президента потребовали дать отчет о деятельности по пяти пунктам, в том числе медленном экономическом росте, высокой безработице, девальвации национальной валюты, контрабандном ввозе товаров на территорию страны. Защищая работу своего кабинета, Рухани сказал, что экономические проблемы начались с момента введения Вашингтона новых санкций. «Мы не позволим горстке врагов Ирана в Вашингтоне устраивать против нас заговор. Белый дом еще пожалеет об этом», — сказал Рухани под аплодисменты в парламенте. Но в целом депутаты остались недовольны объяснениями. Теперь, согласно иранскому законодательству, непринятая парламентом ответы президента рассмотрит судебная власть. Что касается иранской ядерной сделки, Рухани отметил, что помимо соблюдения договора или выхода из него, у страны есть третий путь. Но пока Тегеран ожидает окончательный план других участников сделки по сохранению соглашения. Люди говорят, что у нас только два варианта — либо остаться в сделке, либо выйти из нее. Но на самом деле у нас есть еще и третий путь. Ранее мы провели телефонные приговоры с президентом Франции. Я ему сказал, что если Европа не сможет реализовать свои обещания и сохранить соглашение, то я объявлю о другом варианте. Форум китайско-африканского сотрудничества откроется 3 сентября в Пекине. В преддверии саммита наш корреспондент взял интервью президента республики Конго Дени Сасунгесса. Политик рассказал о перспективах развития Китая и Африки в рамках инициативы «Пояс и путь». Также выразил поддержку созданию китайско-африканского сообщества «Единой судьбы». Думаю, что инициатива «Пояс и путь» совпадает с повесткой дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года и принятой Африканским Союзом повесткой 2063. Ведь в 2063 году население Африки вырастет до 2 миллиардов. В рамках проекта «Пояс и путь» будут построены железные дороги и автотрассы, которые соединят весь континент. Китайская инициатива дает нам шансы стать частью мировой экономики. Сейчас мы идем по пути, выбранному нами совместно, и мы приложим максимальное усилие для реализации общего развития Африки и Китая. Президент республики Конго дал комментарии растущему торговому протекционизму. По мнению политика, одной из главных тем предстоящего форума станет обеспечение нынешнего международного порядка и укрепление связей всего мира. Напомню, в этом году отмечают 54-ю годовщину со дня образования дипотношений между КНР и Республикой Конго. В 2016 году страны подняли двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства. За эти годы страны добились продуктивного сотрудничества в сферах строительства инфраструктуры, энергетики, разработки ресурсов, авиации и финансов. Как отметил президент, в будущем приоритетным направлением координации с КНР станет научно-техническое развитие, подготовка кадров и строительство инфраструктуры. Высшее образование – голубая мечта молодежи Малави. Но из-за отсутствия финансирования ситуация с университетами в одной из беднейших стран мира сложная. Четыре года назад Китай помог Малави построить первый научный университет. Уже в следующем году он выпустит около трех тысяч высококвалифицированных специалистов. Эту песню знают многие китайцы. Преодолев тысячи километров, сейчас она полюбилась и студентам Малавийского университета науки и техники. Указ об его учреждении был издан в 2010 году, после того, как китайское правительство согласилось выделить деньги на этот проект. Это четвертый государственный университет в стране и единственный ориентированный на науку. Сейчас здесь обучаются почти три тысячи студентов. Выпускники первого набора получат дипломы бакалавра химических технологий, технологии материалов и метрологии, дипломы магистра инноваций и другие. В ходе обучения студенты и преподаватели активно сотрудничают с китайскими вузами. Мы сотрудничаем с двумя университетами. Например, несколько месяцев назад к нам приезжали коллеги из Китая. Подобные взаимодействия необходимы для развития специалистов. Поэтому мы стараемся поддерживать постоянные контакты. Наши сотрудники могут поехать в Китай для повышения квалификации, а потом делиться этими знаниями со студентами. Мы также хотим развивать студенческие обмены. Малави – одна из беднейших стран мира. Более 80% граждан живут в деревнях. На сельское хозяйство приходится более трети ВВП и 90% экспорта. Несмотря на это, малавийские власти считают, что пришло время начать развитие науки и техники в стране. Университет довольно уникален, потому что он нацелен на инновации и поиск творческих умов, которые готовы заниматься развитием науки и технологии. В течение долгого времени и многих лет в Малави не было такого объекта. Поэтому мы говорим спасибо Китайской Народной Республике за него. И сейчас, в то время, пока я говорю, его стены заполняют студенты с острым умом, которые будут двигать нашу науку и технику. Этого учебного заведения выйдут уже в следующем 2019 году. Но в стране с таким высоким уровнем безработицы их будущее под вопросом. Татьяна Климова, Си Джи Тиан. Инициатива «Один пояс, один путь» способствует развитию сотрудничества между Китаем и Сербией в различных сферах. В прошлом году страны вывели взаимный безвизовый режим. В 2016-м лидеры двух стран подписали договор об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства. Также подписаны соглашения в области строительства, инфраструктуры, телекоммуникации, торговли, обороны, СМИ, энергетики, торговли и туризма. Министерство культуры двух стран заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры и искусства на период с 2017 по 2020 годы. Здание Китайского культурного центра в Сербии, первого на Балканах и одного из крупнейших в мире, располагается в районе бывшего посольства КНР в Белграде, разрушенного во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Фасад высотой в 32 метра, украшенный перфорированными алюминиевыми пластинами, мгновенно привлек внимание к объекту. Центр был задуман как платформа для углубления культурного и экономического сотрудничества двух стран. Культурный центр занимает площадь в 6000 квадратных метров. Строительство началось в июле прошлого года и будет завершено в июне следующего. По плану мы должны построить культурные выставочные павильоны, языковой центр и офисный сектор. Мы прилагаем большие усилия к строительству, потому что это место имеет важное значение для китайцев. Сербия располагается в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова. Это страна с живописной природой и богатой историей, что неизменно привлекает сюда тысячи туристов. Китай и Сербия договорились о безвизовом режиме, который вступил в силу в январе прошлого года. С тех пор на улицах сербских городов число китайских туристов выросло в разы. В прошлом году число китайских туристов в Сербии выросло на 120%, а доходы от них увеличились на 180%. В этом году цифры радуют еще больше. В первые пять месяцев число китайских туристов увеличилось на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страсть китайских туристов к Сербии растет изо дня в день. Некоторые даже прилетают вместе с друзьями и родственниками, чтобы сыграть в Белграде свадьбу. Я с детства увлекаюсь историей и культурой этого региона. Узнав о введении безвизового режима, мы сразу решили исправить свадьбу здесь. Мы очень тронуты гостеприимством и дружелюбием местных жителей. Люди на пути нашего свадебного кортежа приветствовали и желали нам счастья. С укреплением связей между странами больше молодых людей в Сербии стали проявлять интерес к Китаю. Некоторые решили изучать китайский язык и ближе познакомиться с культурой далекой страны. Институт Конфуция при Новисадском университете был создан в 2014 году. За время его существования более 3000 человек прошли здесь курс обучения по китайскому языку и культуре. Их возраст варьируется с 5 до 78 лет. В институте помимо языковых практик проводятся курсы чайной церемонии, каллиграфии и других направлений китайской культуры. Я изучаю правила китайской чайной церемонии в 4 года. Китайская культура богата и привлекательна. Наш народ увлекается растениями и травами, как и китайцы. Занимаясь изучением чая, я пришла к выводу, что между нами очень много общего. Я изучаю китайский язык год с половиной. Я была в некоторых китайских городах – Шанхае, Чуцине и Кумине. Китай и Сербия поддерживают дружественные отношения. Многие китайские компании сейчас инвестируют в Сербию. Изучение китайского языка дает нам хороший шанс найти работу в этих компаниях. Эти студенты связывают свое будущее с перспективами китайско-сербского сотрудничества. По их мнению, инициатива «Один пояс, один путь» открывает множество возможностей и позволяет народам двух стран лучше узнавать друг друга. Джудин Ли Джунзе, CGTN, Сербия. В Новосибирске стартовал один из крупнейших технологических форумов России – «Технопром-2018». Тема этого года – «Наука как индустрия». Свои проекты представляют более 200 компаний. С подробностями наш собственный корреспондент Светлана Шуваева. Как сократить путь от идеи до производства? «Технопром» помогает разработать максимально эффективный алгоритм взаимодействия науки и промышленности. Очень сложная экономическая и управленческая задача – это создать условия для обнижающего внедрения научных открытий, изобретений в индустрию промышленности. 200 компаний демонстрируют свои разработки. Это и небольшие стартапы, и проекты федерального уровня – от школьных роботов до коллайдера. Многие надеются здесь и сейчас найти инвесторов. Механическое сердце – изобретение новосибирских ученых. Оно в разы дешевле существующих аналогов. Но главное – проще, надежнее и безопаснее. Абсолютно новый принцип работы насоса не разрушает компоненты крови. Вот в этом корпусе у нас сверху есть набор дисков, вот он совсем маленький такой, 10 мм высотой. А ниже там муфта магнитная, чтобы передать вращение. И здесь, в самом низу, находится двигатель, который создает вращение. А эта автоматическая теплица только что высадила редиску и теперь будет следить за ее ростом до самого сбора урожая. Разработчики уверены – скоро роботы заменят людей на всех огородах. Естественно, дешевле использование робота. Робот работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не требует ничего, кроме точки питания и подачи воды. Умный огород, умный дом, умный город. Автоматизация и безопасность – популярные темы у инноваторов. Возможностью распознавать лица уже никого не удивишь. Но конкретно эта система может не просто опознать человека, но и предотвратить опасную ситуацию в городе. Например, вовремя заметить пожар или дорожно-транспортное происшествие. Китайская делегация на форуме самая представительная – около 100 человек. Гостей из КНР интересуют медицинские и промышленные технологии. Новосибирск – один из самых крупных научных городов в России, а наш технопарк является самым большим технопарком в Китае и даже в мире. Поэтому, когда мы решили сотрудничать, Новосибирск стал нашим первым вариантом. Мы надеемся, что в будущем у нас будут совместные достижения. Российско-китайская палата готова помочь в поисках партнеров не только участникам форума. Технопром – отличная возможность обзавестись контактами. Спрос на перспективные российские разработки в Китае растет. Много очень стартапов, которые требуют первоначального инвестирования. В принципе, для Китая сейчас очень интересно, потому что китайский бизнес очень много вкладывает именно в новые разработки. Вот эта штука – нейтрализатор храпа. Устроен он достаточно просто. Микрофон улавливает звук, когда человек начинает храпеть, и передает сигнал вот сюда вот в наушник. Наушник звенит на такой частоте, чтобы человек с одной стороны не проснулся, с другой поменял позу, перевернулся в другой бок и, соответственно, храпеть перестал. В собранном состоянии выглядит это вот так. Ну, не очень красиво, поэтому инвесторы нужны для того, чтобы прибор стал не только функциональным, но и эстетичным. Одни проекты удивляют новизной, другие – необычным подходом к давно известным технологиям. Стандартный медицинский анализ делают пиву, чтобы выяснить, что станет с напитком через полгода хранения. Это пример нетипичного использования генетических тестов в крафтовом пивоварении. Например, нам присылают такую пробирку, мы смотрим, мы ее получаем, проводим ПЦР-тест, и в результате понимаем, превышена ли норма бактерий или нет. Форум еще не закончен, а уже подписано несколько десятков соглашений о партнерстве в самых разных сферах. От технопрома ждут миллиардных контрактов и прорывных управленческих решений. Светлана Шуваева, Дмитрий Кабанов, CGTN, Новосибирск. Убийство 20-летней девушки в восточной провинции Джедзян вызвало новую волну критики в адрес компании Диди. Крупнейшие в Китае сервис заказа такси обвиняют в пренебрежении вопросами безопасности. Скандал разгорелся после целого ряда инцидентов, в которых были замешаны зарегистрированные в компании водители. Одного из них арестовали в минувшую пятницу. Он изнасиловал и убил пассажирку, воспользовавшуюся услугой Диди по поиску попутных машин. Еще один подобный инцидент произошел в середине мая. Тогда была убита 21-летняя стюардесса, возвращавшаяся из аэропорта после завершения смены. Власти потребовали от компании в кратчайшие сроки пересмотреть требования к отбору и квалификации водителя или же отказаться от предоставления услуги поиска попутчиков. В Диде перенесли свои извинения, объявили о переостановке работы сервиса на неопределенный срок и обещали существенно ужесточить механизмы контроля безопасности. В Джакарте продолжаются азиатские игры. Китай на соревнованиях уже завоевал более 200 медалей разного качества. В общекомандном зачете страна прочно закрепилась на первой строчке. Свой вклад в копилку сборной сделали прыгуны в воду. Китайская пара стала лучшей среди женщин в прыжках с 10-метровой вышки, а мужская пара показала непревзойденный результат на трехметровом трамплине. Кроме того, мужская команда по настольному теннису взяла седьмое чемпионство подряд. На этот раз в финале была повержена сборная Республики Корея. А вот женская команда в той же дисциплине завоевала титул уже в десятый раз. В решающем матче китаянки оказались сильнее спортсменок из КНДР. Легендарные герои китайских мифов и романов обретают вторую жизнь в цифровом формате. Завоевывать новых поклонников им помогают компьютерные игры. Так, в список дисциплин азиатских игр в Индонезии впервые включили киберспорт. В программу попала и одна из самых популярных на континенте мобильных игр, созданная разработчиками из КНР. Судя по интересу к турниру, миллионы геймеров по всему миру вскоре узнают, чем хорош посох Сунь Укуна и на что способна волшебница Дяо Чань. Великий мудрец, теневой клон и бог войны. Все это название коронных приемов Сунь Укуна в командной компьютерной игре Arena of Valor, разработанной китайским интернет-гигантом Tencent. Царь обезьян в ней сражается против десятка самых разнообразных персонажей. От Бэтмена до Дяо Чань, одной из четырех полумифических великих красавиц Древнего Китая. В арену играет более 55 миллионов человек, так что с развитием компьютерных игр китайская культура получила еще один шанс на международное признание. Многие персонажи китайской литературы и мифологии хорошо известны восточной и юго-восточной Азии, но в Европе и Америке о них почти ничего не знают. Поэтому мы пытаемся сделать их яркими и запоминающимися, хотя бы в наших компьютерных играх. За счет этого геймеры могут заинтересовать их историями и открыть для себя новый культурный пласт. В 2017-м оборот международного рынка киберспорта составил 655 миллионов долларов, показав 33-процентный рост за год. По прогнозам, в 2021 году цифра превысит полтора миллиарда, так что разработчикам компьютерных игр не терпится заполучить свой кусок пирога. Сейчас все больше китайских разработчиков и игр выходит на зарубежные рынки, потенциал которых просто огромен. Конкуренция внутри Китая сейчас очень сильная, но в глобальных масштабах спрос все еще отстает от предложения. Словом, если точно знать потребности того или иного рынка, по-прежнему можно заполучить на нем довольно крепкие позиции. В Тиэнсэн признают, что культурную специфику Китая и персонажей его мифологии не так-то просто передать в компьютерных играх, поэтому их создателям приходится думать, как их адаптировать под вкусы аудитории. Когда мы выпустили международную версию игры, мы ее практически полностью пересделали. Китайских персонажей оставили, но многих из них изменили так, чтобы они пришли по вкусу зарубежным игрокам. Впрочем, самый важный вопрос, интересна игра или нет, все остальное второстепенно. Сотни турниров и соревнований с миллионными призами. Киберспорт прошел долгий путь от сомнительного увлечения к официально признанным спортивным дисциплинам. Для китайских разработчиков это ценный шанс не только упрочить свои позиции, но и дать миру целый пантеон новых супергероев. Ци Чульна, CGTN. Ципао из высокотехнологичных материалов. Впервые на одном из старейших в мире международных фестивалей в Эдинбурге устроили показ традиционных китайских нарядов, изготовленных студентами университета Дунхуа в Шанхае. Для пошива 85 платьев они использовали самые современные электрохромные материалы. В результате одежда способна менять цвет при изменении температуры тела и не только. Традиционное китайское платье Ципао от модельеров Шанхая, которому почти 100 лет, уверенно завоевывает популярность в мире высокой моды. Современные дизайнеры пошли несравнимо дальше. Ципао, созданное студентами и преподавателями университета Дунхуа, иллюстрирует древнекитайскую философию. Ципао объединяют пять традиционных элементов – металл, дерево, воду, огонь и землю. Для этого были использованы электрохромные материалы, которые способны менять цвет при изменении температуры тела. При контакте с телом Ципао изменяет цвет от черного до розового, а затем и красного. Мы хотим показать переход от состояния воды до состояния огня. Некоторые современные Ципао, представленные в коллекции, призваны заботиться о женском здоровье. В ткань были внедрены сенсоры температуры. Это позволяет получать данные о самочувствии хозяйки платья и даже сохранять их в базе данных. Чтобы отслеживать свое здоровье, необходимо создать в приложении для мобильного телефона личный профиль. И это еще не все. Шанхайские модельеры создали наряды с использованием графеновых волокон, обладающих хорошей теплопроводностью. Это позволит женщинам носить Ципао зимой и не мерзнуть. В мире все время появляются новые материалы и новые технологии. Одежда, представленная на этом подиуме, показывает, как дизайнеры могут интегрировать традиции и современность. Эдинбургский международный фестиваль – один из крупнейших и старейших в мире. Он объединяет самых ярких представителей музыкального, танцевального, театрального, изобразительного искусства. И к этой минуте у нас вся информация. Вам желаем только хороших новостей и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok